И всем привет, ребят! Сместер Байк, если записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посовещен нашим замечательным игровым тематикам. Сегодня я нахожусь на том самом аккаунте, на котором у нас есть определенные изменения, о которых мы сегодня поговорим, на которых мы сегодня скатаем. Ну и это все дело, конечно же, связано с окончанием турнира и получением краски, серебро и резиста с 25% от всех пушек и плюс еще от мин. Если вам подобного рода видосы нравятся, где мы будем выкатывать нашего уже без доната серебром из 25, конечно, с чемпионом это было бы намного жестче, но все равно, что есть, то есть. Результат какой имеется, такой имеется, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такток Team P, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Наконец-таки тот самый день настал, когда мы вместе с вами можем одеть нашу замечательную краску на моего без доната. Одеть красочку серебро, до этого дня я ее еще не выкатывал. Ну, взять, например, такой корпус, как Crusader, взять вот этот вот замечательный Crusader и рикошет, ну и также ко всему этому делу одеть 25% резистор всего на моем без доната аккаунте. Это, конечно, выглядит мега-мега жестко и мега приятно. Ну и, конечно же, скатаем сегодня один боечек, посмотрим, что у нас вообще здесь по заданкам. Сегодня у нас появились новые миссии с компенсациями, да, которые точно мы будем вместе с вами выполнять в ближайшее время. Ну и плюс еще ежедневные заданки с четырьмя боями мне здесь дропнули. И дополнительно еще контроль точек нам нужно выполнить, поэтому, в принципе, мы можем, я думаю, что здесь ничего особо не менять. Ну и пикнуть в контроль точек и сыграть режим на новой краске для без доната аккаунта. Ни разу у меня здесь призовых красок не было, ну и ко всему прочему у нас еще здесь появилась краска, которая называется «Звезда». Она выдается всем командам, кто входит в топ-8 как раз-таки, а здесь у нас вообще написано «Краска выдается победителем турнира Танки Спорт сезон 2». Все ясно, понятно. Вот так вот обновляется информация у нас на Википедии. В принципе, я не удивлен. Ну и что я могу сказать по поводу вообще турнира в целом? Ну, в принципе, вся информация уже была в одном из предыдущих видеороликов, где я высказывал все свое мнение по поводу команды. В целом, конечно, как я уже сказал, чемпион был бы намного-намного вкуснее, но серебро тоже выглядит довольно-таки неплохо. Если на основном аккаунте на предыдущем серебре я не скатал ни одного часа, то в рамках без доната аккаунта я думаю, что мы попробуем набить какие-то интересные цифры. Плюс будем играть на 25-ке, да, будем смотреть, как вообще 25-ка себя показывает в рамках матчмейкинга. Насколько она актуальна на сегодняшний день, лучше ли она, чем 50-ти процентные резисты. Да, и насколько вообще сильно спасает она все это дело. Самое главное, конечно, это то, что есть резист от мин. Это та вещь, которая 100% работает и работала всегда. Ну, а что касаемо самого резиста, да, 25%, наверное, выглядит не супер круто. Ну, вот так вот, в принципе, я как бы и выигрывал все это дело. Вот так вот, ну, минус так, чисто на легеньком падал. Ну, и нас закинуло в катку 4 минуты у нас до конца. Да, в принципе, я думаю, что такой катки будет даже достаточно для первой, для обзорной карточки. Ну, и дальше мы уже можем что-нибудь интересное придумывать, если у вас какие-то определенные мысли есть, связанные с этим аккаунтом, да, с реализацией вооружения. Я знаю, что я начинал вообще записывать имба-комбины, которые у меня есть, например, только на этом аккаунте. Поэтому в будущем, я думаю, что после таких вот замечательных обновок мы можем все это дело пробовать реализовывать. Ну, и катать, катать больше на бездонате, да, потому что теперь у нас бездонат уже не просто какой-то нубик, а уже аккаунт с серебром, с 25% резистом от всего. Поэтому в этом плане это все дело, конечно, выглядит очень и очень круто. Так, ну и, конечно, постараемся выиграть эту замечательную катачку, так как у нас здесь счет, не сказать, что супераруший, да, поэтому постараемся выиграть. Также у нас сегодня еще обновились дроны, бустеры с защитником. Нужно будет все это дело тоже в ближайшее время протестировать, рассмотреть. Ну, и, возможно, даже как раз-таки на этом бездонат аккаунте мы эти тесты и обзорчики будем делать. Сосулендрочку сразу киберспортивную выдаем, конечно, а как же может быть по-другому? После получения краски, то теперь только киберспортивные сосули у нас должны залетать, а не сосули в землю, да. Понятное дело, что там минусы могут быть какие-то определенные, но минусы это так, типа. Ну, бывает, с кем не бывает, как говорится, а вот сосули у нас должны быть уже контентовые. На залетик, при том, что у нас сейчас еще месяц премочки появятся в рамках бездоната. Будет вообще супер вкусно выполнять все заданочки. Можно будет заформить тоже большое количество дополнительных кристаллов на этот аккаунт. Ну и, возможно, получить какие-то еще дополнительные вкусненькие призочки с нашей компенсы, да. Там есть возможность подлутать как раз-таки ультраконтейнеры. А с ультраконтейнеров, говорят, на бездонате фармилочка вкусненькая тоже в моменте залетает. Поэтому можно будет тоже пробовать это дело реализовывать. Так, здесь у нас что-то, тут бойцы какие-то интересные наваливают контентика. Так, пробуем чуть-чуть подраздать. Тысяча, тысяча триста, ой, тысяча триста, говорю. Минута тридцать у нас остается до конца. Тысяча триста, нормально, в принципе, скал. Восемь на четыре счет. В целом, Гелиус мне очень сильно нравится после обнова. Я уже на нем стал на бездонате намного-намного чаще играть. Кажется, его изменили на совсем чуть-чуть, но на самом деле это чуть-чуть очень-очень сильно чувствуется. Да, и в моем понимании на сегодняшний день Гелиус уже стал намного-намного лучше. Ну и учитывая тот факт, что от рикошета практически никто в матчмейкинге резиста не берет, то его реализация становится очень крутой. Вот сейчас у меня под двадцать пятку залетела сводка от Скорпиона, и такое было ощущение, как будто у меня резиста нет. Но это, наверное, было связано с тем, что я на ДДшке был. Если бы не был бы на ДД, может быть, так бы сильно это все дело не почувствовал бы. Но так было ощущение, как будто, я не знаю, как будто я просто без реза. Как будто я просто без реза. Что касаемо вообще самого резиста 25%, я говорил уже, что двадцать пятка это не так много. Да, и в принципе они хоть и чувствуются, но если, например, играть какие-то карты, где маленькое количество противников, и где маленькое разнообразие пушек, то, понятное дело, что 50% резисты юзать продуктивнее. Но вот то, что есть резист, например, от Мин, это, конечно, всегда плюс. И это очень и очень вкусненько работает. Поэтому время покажет, насколько актуально. Это замечательная двадцать пяточка. Да, ну и я, возможно, потом уже выскажу даже свое какое-то определенное мнение. Ух, вот эта вот замечательная табличка с миссиями. Боже, как же она вкусно выглядит. Мне так сильно нравится. Вот эта вот замечательная темка, которую сделали с как раз-таки видением того, что у нас вообще происходит по миссиям. И все даже миссии здесь имеются сразу, одновременно. Это, конечно, очень и очень круто. И я, получается, три заданки с компенсацией за один бой уже выполнил. То есть могу сверху еще и подлутать вкуснейший премчик. Ну, один, я думаю, что мы можем забрать. Почему бы и нет? Чтобы у меня премка на бездоне была. Ну, а дальше уже как буду выполнять, так и буду все это дело забирать. Пишите, что вы думаете по поводу данных замечательных изменений на моем бездонате. Если вы так же рады, как и я, что у нас теперь есть такой интересненький контент и чек, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также пишите в комментариях, как вам 25-ка? Как вы думаете вообще, будет ли она им бывать в рамках моего бездоната аккаунта? Ну и вообще, можете высказать, какое им свое определенное мнение. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Вся инфа по стримам и весь лайв-контент выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok